Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй, мы продолжаем играть в нашу любимую карьеру на карте свопа Агра. С момента прошлой серии, друзья, у нас уже прошло лето, и давайте посмотрим вообще, какие изменения у нас произошли. Во-первых, друзья, у нас с вами был стрим, на котором мы объединили 32-е и 33-е поле. Здесь была куча кривых деревьев, которые мы переделали в щепу. Получилось тут примерно 780 кубов щепы, это вместе с тем, что было на серии. Так что у нас теперь есть огромнейшее поле. Также, друзья, с началом лета и началом осени я покосил этот лук, то бишь дважды. Отвез всю траву на базу, а с базы на переработку в силос. Ее здесь получилось очень дохрена, она до сих пор не переработалась, еще 500 кубов у нас в работе. Плюс 4,5 миллиона у нас уже готового силоса именно в ферментаторе. И плюс 6,5 миллиона кубов у нас готового силоса находится в хранилище. Короче, силоса у нас уже очень дохренище, походу надо будет от него избавляться. Далее, друзья, нефтяные скважины. Мы их наполнили сотней кубов биогаза прямо на прошлой серии. И до сих пор все это дело не переработалось. Прошло более календарного года с тех пор. Нефть, в принципе, тоже у нас прилично стала. Более полутора миллионов литров. Но, в общем-то, медленно это все дело у нас добывается. Ну, пускай добывается дальше. Также, друзья, я занимался карьером. Правда, вот водичка закончилась, как-то я не уследил за этим. Я не вывозил отсюда песок и гравий. То есть, вот их сколько есть, пускай их столько и будет. У меня в планах его забить полностью и использовать только, когда понадобится. Ну и, конечно же, цементный завод. Я его постоянно пополнял и вывозил отсюда цемент и продавал его. Ну и, конечно же, еще одно предприятие у нас есть. Это сельхозхимия. Сюда я вывозил весь дегистат, который у нас был. А появлялся он из-за того, что мы запускали производство биогаза. Потому что биогаз я вывозил на цементный завод, на карьер и так далее. И, в общем-то, производились у нас здесь компост, жидкие удобрения и удобрения. Удобрения я оставлял, перевел немножко на семена. Вот как раз тютелька в тютельку угадал, сколько их надо. Ну а компост я весь продал. Там было около 2 миллионов литров у нас вместе с компост-мастером. Жидкие удобрения я также продал, около 1,5 миллиона литров. Ну и на складе то, что у нас 500 кубов семян хранилось, я их тоже все продал. И на этом, друзья, наступила запись 17-й серии. Но, увы, случилась беда, у меня не записался к ней звук. Поэтому в двух словах, что я сделал в 17-й серии. Еще за кадром я засеял наши поля. То есть большое вот это 31-е, 32-е, 33-е поле. Большое вот это 5-е, 2-е поле и наше 99-е поле. Засеивал я их лавандой полностью. И, соответственно, на серии я убрал это все дело. Для этого, друзья, мне пришлось купить вот такой вот комбайн силосоуборочный топовый. И с помощью него, соответственно, я убрал все 3 этих поля. В итоге у нас получилось 1 миллион 20 тысяч литров лаванды с этих 3 полей. Это очень мало, кстати, с таких больших полей. Но я, в принципе, знал, что лаванды будет в итоге мало. Также, друзья, я купил вот этот мост, который вы сейчас видите на карте. 960 тысяч мне он обошелся. И теперь мы можем здесь ездить напрямую, потому что меня, честно говоря, достало ездить в объезд. А также, друзья, я купил завод эфирных масел, который обошелся в 300 тысяч и полностью его забил. Ну, как полностью? Лаванду я забил не полностью, потому что мы насобирали всего лишь 1 миллион, а здесь смещается 2. А вот поддоны я забил полностью, картон полностью, воду полностью и биогаз тоже полностью. Расход биогаза, как мы видим, здесь очень маленький. Расход воды такой 25, в общем-то, процентов у меня ушло на 1 миллион. Поддоны и картон ушли примерно половина. Но лаванда ушла вся. Это все дело уже переработалось. И теперь мы можем продать эфирное масло. У нас их как раз ровно 100 тысяч на складе. Так что мы сегодня заработаем еще денег. Но, друзья, есть одна такая не очень хорошая новость. Я очень много времени потратил на закадровые работы. Я занимался практически вот одним и тем же. Просто возил биогаз, продавал цемент, продавал что-то еще. Возил воду, пока ждал созревания урожая, пока ждал время, пока можно это все дело посеять. И с учетом того, что я потратил миллион на мост, 300 тысяч на завод, 500 тысяч на комбайн, у меня все равно на балансе осталось 7 миллионов. Как по мне, это очень дохрена и деньги стало зарабатывать очень легко тупо на цементе. Да и никакого, честно говоря, интереса это нынче не представляет. Поэтому я, друзья, решил, что мы мод сезоны отключаем. Вся хардкорность, которую он давал, уже потеряна. Теперь же, наоборот, все стало слишком просто. И в итоге, я, друзья, думаю, что этот сезон по этой карте мы с вами на этой серии и закончим. Мы сейчас продадим эфирное масло, съездим. И ввиду того, что у нас в стране, кстати, сегодня день независимости и вечером будет парад военной техники, то, соответственно, мне почему-то пришло в голову, что почему бы тоже не провести парад нашей техники. Но это чуть попозже. Но вы, друзья, не расстраивайтесь. Карьера по этой карте будет продолжаться. Я все еще хочу посмотреть все производства. И чтобы это было быстрее и интереснее было играть, нужно просто поиграть без сезонов. В общем-то, мы начнем, скажем так, второй сезон по этой же самой карте. Так что карьера будет продолжаться. Не переживайте. И, разумеется, в новом сезоне мы обновим технику полностью. Потому что, во-первых, наша техника очень много уже моточасов накатала. Во-вторых, она была приобретена с расчетом на мотосезоны. А сейчас для экономии времени надо будет там две сейлки, два комбайна и так далее. Я, в общем-то, хочу все это дело полностью обновить, продать нашу технику, всю, и купить новую. Это мы сделаем уже в следующей серии. Ну, а сейчас давайте-ка начнем уже тогда работу, которая запланирована сегодня. А именно, наша задача лишь продать эфирное масло. Для этого мы будем использовать нашего Америкоса с платформой. По 17775 рублей продается это дело у ИП Стульникова. Да, это очень большой ценник. Но, друзья, здесь три поля, и два из них довольно-таки большие. Одно из них так вообще гигантское. И с этого всего дела мы всего лишь 100 кубов получили. То есть, миллион семьсот мы должны на этом поднять. Миллион семьсот семьдесят, если мы успеем по этой цене это все дело продать. В общем-то, берем вот эту самую платформу и поехали на наш заводик. Продадим наше эфирное лавандовое масло. Ну а поддоны, как вы помните, друзья, мы обычно продаем все сразу, дабы ценник не проседал. И, в общем-то, давайте продадим и эти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Миллион восемьсот даже получилось. И ценник тут же просел до пятнадцати восьмиста, ну ладно. Все замечательно, мы разбогатели, у нас дохренища денег. Еще потом технику всю продадим, там еще копеечка будет. Ну а сейчас, друзья, как и обещал, небольшой парадик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В общем-то, друзья, все это дело у нас прибывает к магазину. И здесь же мы будем продавать, соответственно, и здесь же мы будем продавать, соответственно, сразу всю технику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА в общем-то нормально так мы потратимся ну и пассивная разумеется у нас на следующую серию запланировано на этом друзья все подписывайтесь на канал если вы еще этого не сделали подписывайтесь на лайв канал там у нас проходят стримы вступайте в группу вконтакте включайте уведомления чтобы эти самые стримы не пропускать там будут все анонсы вступайте в канал дискорда мы там общаемся и все такое прочее не пожалеете пожалуйста лайка под этим видео пишите свои комментарии с вами был никита делай всем всего доброго пока пока